Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появился набор за 8500. В состав набора входит Е75ТС и Шкода Т45. Перед тем, как мы с вами обсудим данный набор, перед тем, как мы выкатим Е75ТС для того, чтобы его заценить, а в следующем видосе выкатим из ангара Шкоду для того, чтобы посмотреть на что она способна и стоит ли ее покупать отдельно от набора, я хотел бы поговорить с 20 тысячами людей. Да, ребят, именно с вами, с теми 20 тысячами людей, которые на постоянной основе смотрят мои видео, но до сих пор не являются подписчиками моего канала. Ребят, за прошлую неделю мои видео посмотрело более 35500 разных людей. Из них только 12500 подписчики канала. Все остальные смотрели мои видео неоднократно, но при этом не были подписаны на мой канал. Ваши подписки для вас ничего абсолютно не стоит, и нажав на вот этот желтый шильдик, вы не потеряете ни одной копейки. Но канал, канал будет расти, он будет продвигаться в дереве роста Ютуба, и его будут предлагать в просмотр все новым и новым зрителям. Поблагодарите, пожалуйста, меня за мои труды, я стараюсь специально для вас, вашей подпиской на канал. Нажмите прямо сейчас на этот желтый шильдик, сделайте мне приятно, ну а каналу добавьте кислорода. Плюс к тому, ребят, нажали, спасибо вам большое, обязательно нажмите на колокольчик и убедитесь, что у вас вот так открыты все уведомления с моего канала. Это поможет вам получать своевременно уведомления о том, что на канале вышли свежие новые видео, а я высветляю все, что происходит. И возможно у меня на канале вы быстрее узнаете о какой-то новости, нежели попадете в игру. Спасибо вам большое за то, что сделали это, и огромного, огромного вам удовольствия от просмотра моего контента. Как я уже сказал, я стараюсь специально для вас. Итак, друзья мои, Е75 ТС и Шкодом Т45 в составе набора всего лишь за 8,5 тысяч золота. Почему всего лишь? Потому что за эти деньги вам дают восьмерку и семерку. Да, семерка пускай не самая крутая, не самая годная, но многим игрокам заходит. Все-таки к ней необходимо иметь свой подход, и да, это далеко не имба, и в свое время Т45 можно было забрать абсолютно бесплатно. Что касается Е75 ТС, то честная цена на данную машину действительно тысяч шесть с половиной, за которые сейчас ее выставили в голом состоянии. В составе набора за восемь с половиной тысяч вы получаете два уникальных легендарных внешних вида. На Шкоду Т45 ей действительно подходит строго и со вкусом, никаких лишних выпендрижей, просто обычный стандартный внешний вид боевой машины. Ну и просто великолепнейший внешний вид на Е75. Мне лично очень сильно нравится. Да, пускай это не какой-то аутентичный вид боевой техники, но все-таки тоже строго и со вкусом, плюс добавляются мелкие детали по всему корпусу. Короче говоря, куча всякого рода обвесов. Я бы себе, честно говоря, такой хотел, потому что смотрится действительно великолепно. Что самое интересное, что на предложении на самом разработчике использовали старую картинку, в которой использовали другой внешний вид данной машины. Но, по-моему, сути дела это не меняет. Есть оборудование открытое и в целом поможет сэкономить, по моим подсчетам, в районе где-то трех с половиной тысяч, ой, простите, миллионов, да, трех с половиной миллионов серебра. И это действительно неплохо. Два слота в ангаре, само собой, чтобы поставить эти тачки. И X5 в количестве 10 штук. В количестве 10 штук на E75 действительно сможете качественно реализовать. Ну а на Шкоде, ну что соберете, то соберете. В любом случае в свою копилочку элитного опыта экипажа что-нибудь дозабросите. Что касается покупки по отдельности, то Шкоду можете взять себе за три с половиной тысячи, но к Шкоде мы вернемся в следующем видосе. А Е75 ТС за шесть с половиной, я считаю, что в целом ценник вполне себе приемлемый. Если у вас нет в ваших ангарах Кейлера, либо у вас нет того же самого Левчика, то одного из этих трех вы можете себе брать. Почему говорю одного из этих трех? Потому что если вы обратите внимание на Е75 ТС, то с него для Кейлера была взята за основу часть корпуса. Я имею ввиду часть танка в виде корпуса была взята, как вы видите абсолютно одинаковые корпуса у данных машин. Ну а что касается Левчика, то его округлая башня в определенном виде измененная была поставлена на Кейлера. Поэтому Кейлер это такая себе смесь Е75 ТС и Левчика. Если вы со мной не согласны, пишите в комментариях и скажите свое мнение по поводу того, с кого был срисован Кейлер по корпусу и по башне. Возвращаемся к Е75 ТС. Стоит ответить, что машина обладает очень классной броней. Это действительно факт. И несмотря на то, что здесь спереди поработал железный дровосек своим топором и здесь приведенки во лбу башни нет вообще практически никакой. Но если есть буквально там каких-то пару градусов, может градусов 5-7, то в целом, когда вы смотрите на эту машину, вся его лобовая часть для вас будет красного цвета. Здесь действительно очень классная, хорошая броня. Да и плюс к тому, щеки башни настолько хорошо срезаны. Да, пускай тоже топором, но здесь такая приведенка, что пробить машину в башню практически невозможно. При этом, ребят, есть командирский лючок, но можно сказать, что его и нет. Его выцелить тоже практически нереально. Да, если вы доворачиваете машину, то где-то какие-то серые зоны появляются по башне, но все равно не критично. Что касается верхнего бронелиста, здесь хорошая приведенка и она доходит до 288, если я не ошибаюсь. В общем, действительно, от корпуса верхней части играть можно и тоже получать рандомные рикошеты. Что касается нижнего бронелиста, он под хорошим углом, но в основном светится практически серым. Ну а если вдруг вы находитесь на какой-то горочке или кто-то находится ниже вас по какой-то причине, то, соответственно, в нижний бронелист могут вам забрасывать. Но в целом, вот так вот стоя, машина играется просто шикарно. Также машина неплохо играется, если вы становитесь ромбом, потому что здесь хорошая приведенка, как я говорил. Великолепная приведенная броня получается по бортам. Есть антифугасная защита в виде экранов. Ну и плюс к тому, главное помнить, что вам необходимо чуть-чуть доворачивать башни. Не обязательно прям прямо стоять. Можно остановиться даже в такой проекции. И даже в такой проекции приведенной брони в башне будет более чем достаточно, чтобы вас не пробили. Опять-таки, в данной позе вас будут пробивать пытаться именно в нижний бронелист. Что касается орудия. По орудию здесь тоже все очень интересно. Здесь вполне себе нормальное, приемлемое для восьмерки тяжелого танка время перезарядки в неполные 8 секунд. С учетом оборудования и амуниции мы имеем 2345 единиц ДПМ. Да, пускай не какие-то там заоблачные цифры, но они реализуемые. Потому что машина по большей части живучая. Средний урон 310. И в основном хочется, чтобы было где-то хотя бы 340. И тогда машина бы играла совсем другими красками. Но все же, с учетом того, каким уровнем брони и живучести машину наделили, я считаю, что 310 это пускай и не достающая до идеала цифра. Но она по крайней мере справедливая. Плюс к тому, ребят, с учетом того, что башня классно забронирована, от нее очень удобно играть от каких-то неровностей. Потому что здесь еще и угол склонения орудия вниз минус 10. И когда вы становитесь за какой-нибудь горкой, склоняете орудие, и враг видит только ваш под шикарным углом брони, верхний бронелист. И плюс еще хорошо забронированную башню. Поверьте, выковырять вас оттуда не сможет практически никто. Что касается времени сведения и разброса, я думаю, что эти цифры будут более правильным заценить непосредственно в самом бою, куда мы, ребят, с вами и отправляемся. Итак, откуда у меня эти стрелки появились? Раньше у меня их не было, направление движения. Наверное, после обновления что-то где-то слетело, надо будет убрать. А то играю так, как будто бы я играю свои первые бои в этой игре. Но я думаю, что это не помешает нашему обзору. Да и плюс тому, вы будете видеть, куда я собираюсь поворачивать. Не знаю, надо оно вам или нет, но как есть. Я со своих обзоров ничего не вырезаю, потому что хочу, чтобы вы видели машины такими, какие они есть на самом деле. И вот этот вот косяк я не воспринимаю как причину для того, чтобы что-то переснимать. Зашли в бой, значит, должны реализовывать машину именно в этом бою. По подвижности машина довольно неплохая. Я бы сказал, что очень даже хорошая. С учетом того, что она неплохо забронирована, понятное дело, что она должна и передвигаться соответствующе по карте. Сейчас попытаемся найти себе более приемлемую позицию для того, чтобы выдерживать направление. И попытаемся мал-помалу продавить данное направление. Надеюсь, что наши союзники нас в этом поддержат. Так, занимаем максимально удобную позицию, так чтобы у нас была видна за горочкой исключительно наша башня и верхний бронелист. Что касается времени сведения. Вполне себе нормальное время сведения. Что касается точности. Как вы видите, очень добротная точность. Ну а что касается альфы, ребят, то сейчас залетело 287. И это то, о чем я говорил. Хотелось бы, чтобы средний урон все-таки составлял не 310, а хотя бы 340. В таком случае машина бы игралась совсем по-другому. Так, нашего одного продавили. Я думаю, что это не есть проблема. Сейчас немножко подергаемся вперед-назад. Я больше чем уверен, что у ИСУ нет вообще никакого желания с нами встречаться. Если получится загуслить, будет вообще великолепно. Ремочки мы его лишили. Теперь оп. И давайте попробуем еще раз его гуслинуть. Теперь парень постоит. У нас еще работает адреналин. И я думаю, что это позволит нам набросить ему дополнительного урона. Жаль. Чуть-чуть довернулся. Это неприятно. Надо вперед немножко протягиваться. Потому что сейчас с бортинки зайдут. Будет неприятно, когда в борт будут пробивать. Понятное дело, что по бортам пробивают. Блин, еще и с кормы залетели. Рвем когти, ребята. Рвем когти. Доберем. Нет. Не успел добрать. Проскакиваем. Так. Бегством. Спасаемся, ребят, бегством. Ну, вовремя свалить. Это я бы назвал тактическим отступлением, нежели трусостью. Так. Выдерживаем. Выдерживаем. Прикроем с собой убегающего. Но, к сожалению, пробили. Итак, как вы видите, в нижнем бронелисте у нас два отверстия. В верхнем бронелисте в башне у нас отверстий нет. Понятное дело, что с бортов башня и задняя часть кормы, да, можно так ее назвать, ну, вообще, борт корпуса. Они пробиты. Ну, и понятное дело, что нас абсолютно пробили спокойно в затылок и, назовем это попой, да, или... А, кормой. И нас пробили еще в корму. Хорошо, что в попу не пробили. Ладно. Игра слов может быть и глупая, но факт остается фактом. Машина, в принципе, неплохая, выдерживает многое, но от боя к бою, понятное дело, что везение может быть разным. Досматриваем бой, берем машину и заходим еще в одну каточку, для того, чтобы ее более полноценно заценить. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, победа 1550 единиц нанесенного урона. Планка на машину не задрана, поэтому знак классности третьей степени. Понятное дело, что с появлением Кейлера Е75 ТС стал менее популярен, нежели был раньше. Раньше машина действительно популярной была. Что касается фарма, то 38 тысяч, ребят. С учетом прем-аккаунта, я считаю, что это довольно неплохо. Что касается нашего места в команде по урону, то мы занимаем третье место. Да, нас быстрее слили, чем я на это рассчитывал. И я больше чем уверен, что если бы мы прожили в бою чуть-чуть дольше, то мы бы однозначно были на втором месте, а не на третьем. Что касается нашего ИСа, третьего защитника, то однозначный Лайкос. Он просто красавчик. И если бы я мог, я прям вживую пожал бы ему руку, потому что он достойно сражался и принес команде победу. Даже не просто принес, я бы сказал, что он ее выгрыз. Что касается самой тачки, то я думаю, что данный бой не является прям полностью показательным. Поэтому имеет смысл зайти еще в одну каточку, для того, чтобы попробовать машину, возможно, реализовать чуть лучше. Ну что, поехали. В принципе, вроде бы пока все понятно, я только не совсем понимаю Блэк Принца. Ну ладно, окей, он вроде бы и тяж, с другой стороны скорострельный. Возможно, он действительно сможет что-то там нормально порешать на линии средних легких танков. Сейчас акула проснулась, тоже хорошо, значит, буду не один тяжелый танк на этом направлении. Потому что прям испугался немножко, что сейчас буду самостоятельно пытаться здесь что-то делать. Поехали немножко левее, попытаемся обойти. Плюс к тому, там есть неровности. Вот против нас, кстати, выезжает Левчик. Мы против Левчика имеем, пускай небольшое, но все-таки превосходство в отношении количества ХП, которым мы заряжены. Ну, правда, 50 единиц, пускай не настолько круто, но все равно лучше, чем прям вообще ничего. Куда он меня пробил? А вот сейчас я не увидел, честно говоря, куда конкретно прилетело. Сейчас откатимся немножко назад, попытаемся посмотреть. Не вижу, ребят, серьезно, не понимаю, куда сейчас он мне закинул. Забросил да и забросил. Факт-то остается фактом. Так, Лева пытается переброситься. Адреналин пока использовать не будем. Загуслили. Дали возможность ЦСке обойти в корму. Ну, и давайте теперь поедем дальше. Вроде с Левчиком разобрались. Вообще, 75-ка довольно интересная машина. Кто-то говорит по поводу того, что она морально устарела и в чем-то я соглашусь. Безусловно, на сегодняшний день с огромным обилием машин на восьмом уровне, которые все чаще и чаще в игре появляются новые машины. Ну, понятное дело, что все машины, которые имеют возраст в несколько лет, они уже отходят на второй план и все хотят себе все более и более новые интересные машины. Но, ребят, не все могут позволить себе большое количество новых машин. А вот позволить себе годную машину с бородой есть достаточное количество игроков. Если говорить откровенно, то покупать Е-75 за 6,5 тысяч, тогда, когда за 5,5 тысяч продавали Леву в полной комплектации с легендарным внешним видом, а здесь за Е-75 просто-таки... Просто-таки, возможно, для кого-то несоизмеримая цифра в виде стоимости за голый аппарат. Где-то в этом правда, конечно, есть. Но многие игроки в то же время считают, что данная машина интересней, нежели Лева, потому что она более подвижна, менее подвержена пробитием, по крайней мере, статистически менее подвержена пробитием, хотя от Левы тоже неплохо рикошетит. В общем, к чему говорю? Говорю к тому, что, с одной стороны, 6,5 тысяч за голую машину, тогда, когда Льва можно было купить в составе жирного набора за 5,5, это, безусловно, ну, не алло. А если говорить о стоимости, совпадающей с возможностями машины, то 6,5 вполне себе объективная цена на тяжелый танк, который неплохо играется, и при этом доставляет довольно-таки немалое количество удовольствия игроку, который любит тяжелые танки, любит те танки, которые имеют крепкие лбы в прямом и в переносном смысле. Что касается доходности, ну, вот с прем-аккаунтом у нас получилось 60 тысяч за 2 тысячи на стрелы, а без према было бы 37 600. Я считаю, что эта цифра довольно неплохая, особенно учитывая то, что конкретно в этом бою мне не пришлось практически напрягаться, я просто спокойно играл и при этом с вами разговаривал и делился своим впечатлением о том, что я ощущаю от игры на данном танке. Ну, вот вам, пожалуйста, второе место в команде по урону. Да, пускай у машины не сильно большой ДПМ и каких-то там заоблачных цифр в основном вы из боев вывозить в виде настрела не будете, ну, просто потому что вы не успеваете это накидывать, но вы действительно один из тех столбов, на которых держится победа вашей команды, потому что машина живучая, максимально долго продержится в бою, необходимо достаточное количество времени соперникам для того, чтобы разобрать Е75 при грамотной игре на нем вами, ну и, соответственно, за счет этого выигранного вами времени ваши союзники имеют возможность разбираться за это время с кем-нибудь другим на других направлениях. Вот такой вот он Е75 ТС, и если вы за честное мнение по поводу всего, что происходит в игре, обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас. Я ни в коем случае никогда не посоветую вам купить что-либо, что может потенциально вас расстроить. И поверьте мне, Е75 ТС пускай не будет блистать, как солнце в небе в обычный абсолютно безоблачный день, но, по крайней мере, она уж точно не приведет к тому, что вы расстроитесь из-за того, что когда-то приобрели себе данную машину. Особенно, если у вас небольшое количество золота в запасе, и вы хотите взять себе хороший толковый тяжелый танк, который будет доставлять удовольствие, приносить вам дополнительное серебро в копилку, ну и если вы не гоняетесь за какими-то новыми и современными машинами, которые очень часто бывают неоправданно дорогими и гораздо менее играбельными. Я побежал снимать вам коротенький обзор, тест на Шкоду Т-45, ну а вы, друзья мои, как я вам говорил, подписывайтесь на канал прямо сейчас, жмите на колокольчик, посетите канал, убедитесь, что у вас вот так вот выбраны уведомления с моего канала, все, в таком случае вы ничего не пропустите, ну и заодно зацените картотеку видео, которое есть на канале, а там, ребят, более тысячи видео с разной тематикой, обзоры, фан-видео, открытие контейнеров и многое другое. Уверен, что каждый из вас найдет для себя там что-то интересненькое. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok